Сокровищница Падманабхасвами Расположенный в городе Тирувананта-Пурам, штат Кирала, Индия, этот храм настолько богат сокровищами, что споры о том, кому принадлежат эти сокровища и на какую цель они должны быть потрачены, не утихают до сих пор. После открытия основных сокровищниц храма, из них была извлечена золота сокровищей предметов древности на 18 миллиардов долларов США. Это означало, что в последней сокровищнице исследователей также скорее всего ждут несметные сокровища, возможно даже самая ценная часть клада. Но ученые обнаружили, что последняя сокровищница предназначалась не для людей, а для богов, которыми были пожертвованы хранящиеся в ней богатства. Возник вопрос, как поступить с последней частью клада и когда должна быть открыта сокровищница. Различные группы людей создавали петиции, требуя от государства запретить открытие последней сокровищницы. По их мнению, оставить клад в покое и оставить сокровищницу закрытой – единственное решение, которое не станет кощунством и святотатством. После нескольких петиций со стороны археологов и даже монахов храма, а также нескольких безуспешных попыток вскрыть сокровищницу, правительство сдалось и официально запретило открывать последнюю сокровищницу храма в обозримом будущем. Однако некоторые участники конфликта все еще надеются присвоить сокровища себе, и потому споры вокруг сокровищницы не утихают. Если сокровищница когда-либо будет открыта, на ее содержимое будут претендовать правительство Индии, дворянские семьи, обычные граждане Индии и даже частные коллекционеры и археологи. Возможно, когда-нибудь эти древние двери откроются, но учитывая накал страстей, связанных с сокровищницей, вряд ли это произойдет в ближайшее время. Древний зал летописей в Египте Вы, скорее всего, слышали о загадках, которые хранят сфинкси и пирамиды Гизы, и значений, которые они играли в духовной жизни древних египтян. К сожалению, по политическим причинам лучшие египтологи мира совсем не заинтересованы в раскрытии тайн этих величественных сооружений и, наоборот, тщательно скрывают свои находки от общественности. Потому неудивительно, что со временем пирамиды обросли множеством слухов и легенд. Одна из таких легенд относится к неоткрытому и неисследованному пространству, по слухам расположенному прямо под сфинксом, также известному как древний зал летописей. Впервые зал упоминается в записях археологов, раскопавших гробницу Тутанхамона. В гробнице они обнаружили изображение сфинкса в Гизе, на которых под статуей была четко видна серия небольших помещений, которые и могли оказаться, залом летописей. Казалось бы, после этой находки археологи обязаны были сломя голову помчаться раскапывать участок под сфинксом, чтобы извлечь на свет эту жемчужину прошлого и всю хранящуюся в ней информацию, но в реальности все произошло ровно наоборот. Египетское правительство запретило поиски зала летописей после получения новых данных, согласно которым пирамиды и сфинкс могли оказаться гораздо более древними, чем считалось ранее. Это означало, что они могли быть построены не египтянами, а каким-то еще более древним народом. Опасаясь новых претензий на территорию от других стран, правительство прекратило какие-либо раскопки в этой области и начало строительные работы над предполагаемым месторасположением зала летописей, чтобы никто не взял дело в свои руки и не обнаружил его. Так, погребенная под песками комната до сих пор может находиться под сфинксом и хранить тайну о временах еще более старинных, чем эпоха древнего Египта. Тайны, которые мы можем так никогда и не узнать. Гробница первого императора Китая Открытие массивной подземной гробницы с сотнями статуй в человеческий рост, призванных имитировать настоящую армию и получивших название терракотовая армия, стала настоящей сенсацией. Находка стала одним из крупнейших открытий в истории китаеведения. Интересно, что археологи могут знать о других древних захоронениях и сокровищницах, не уступающих по масштабу терракотовой армии. Например, так называемая гробница первого императора Китая занимает большую историческую местность, расположенную неподалеку от терракотовой армии. Считается, что она может стать неиссякаемым источником информации о китайской цивилизации во времена правления первого императора, а также являться захоронением множества ремесленников и солдат, служивших ему. К сожалению, исследователи обходят эту местность стороной из страха перед древним проклятием, которое, как считается, постигнет любого, кто откроет гробницу, а также перед смертельными ловушками и опасностями, подстерегающими искателей сокровищ внутри. Учитывая нежелание археологов подвергать себя такой опасности, вряд ли гробница будет открыта в обозримом будущем. Некрополь обезьяньего бога В лесах Гондураса расположен древний город, погребенный под буйно растущими джунглями региона. В 2015 году исследовательская группа Дугласа Престона обнаружила древний город обезьяньего бога. Этот опасный поход позволил открыть много нового о культуре и мифах древних людей и обнаружить вещи, ранее не укладывавшиеся даже в самые смелые теории о местных народах. Любопытно, что во время полета над древним городом для получения обзора с высоты птичьего полета коллеги Престона обнаружили нечто похожее на большой проход в земле, который мог везти к крупному подземному городу Некрополю. Как объясняет Престон в своей книге, посвященной находке, чтобы добраться до места расположения города, команде требовалось сначала зависнуть над землей на вертолете и оттуда спуститься в проход. Нелегкая задача, ведь такому не учат на факультете археологии. После нескольких тщетных попыток проникнуть в подземный город, команда заразилась паразитом, который питался слизистой оболочкой носителя и медленно съедал его лицо. Место раскопок быстро покинули и новых попыток раскрыть тайны обезьяньего бога пока не предпринималось. До сих пор не нашлось ни одного смельчака, который смог бы подтвердить существование прохода и попасть в древний подземный город, куда еще не ступала нога археолога. Потерянный город Ацтлан Споры о его существовании все еще ведутся, но где-то на территории нынешней Мексики может быть спрятан подземный пещерный комплекс. В нем расположен древний ацтетский город Ацтлан, который только предстоит найти современным ученым. Ацтетская империя была одной из самых крупных и могущественных во всей Америке. Древняя цивилизация являлась самой грозной силой во всем регионе. Столицей империи был город, теперь известный как Мехико, который стал настоящим кладезем археологических находок. Оказывается, ацтеки были довольно технологически развитой цивилизацией для своего времени. К их достижениям относится сложный и удивительно точный календарь, карта небесных созвездий, а также утонченная гончарное дело и другие ремесла, письменность и система образования. Однако, несмотря на огромное количество информации, которое мы почерпнули об этой древней цивилизации из мифов и исторических документов, мы все еще очень мало знаем о прародине ацтеков и почему они настолько отличались от соседних племен. Уже первые европейские поселенцы обнаружили, что у ацтеков была довольно странная культура и религия, строившаяся на концепции апокалипсиса, а также ритуальных человеческих жертвоприношениях в угоду жестоким богам, которых могло разгневать отсутствие постоянных подношений. Со временем стало ясно, что эти ритуалы происходят не только из ацтекской культуры. Мифы и предания индейского народа повествуют о загадочной стране, прародине ацтеков, в которой, скорее всего, и зародилась их религия. Эту страну называли потерянный Ацтлан, в котором проживало семь разных племен, нашедших свое начало в месте под названием Чикамосток, месте семи пещер. Каждая из этих пещер служила надежным убежищем для людей до тех пор, пока они становились достаточно сильными, чтобы выйти в мир и основать отдельные племена и империи. Удивительно похоже на принцип работы какого-то подземного бункера или хранилища судного дня. Так как легенды об Ацтлане и его возможном месторасположении различались от племени к племени, никому еще не посчастливилось его найти. По этой причине некоторые считают, что это не более чем миф о происхождении мира, не имеющий какой-либо исторической подоплеки. И пока не будут найдены новые данные и переведены новой легенды. Мифическая страна Ацтлан будет скрыта от глаз человека под толщей земли. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал Фактория и смотрите другие наши видео.